Георгий Миллер, заслуженная баба-яга и одинокий дентельмен советского кино. Вряд ли имя этого актёра известно широкой публике, но, наверное, все помнят Бабу-Ягу, Кащея, Чудо-Юда и прочую нечисть из советских фильмов. Все эти роли исполнял Георгий Миллер. Его по праву называют заслуженной бабой-ягой Советского Союза. Но не слишком ли это сомнительный комплимент для мужчины? Ведь кроме ролей в детских фильмах, в его судьбе было столько моментов заслуживающих внимания. Карьеру актёра в детстве ему ничто не предвещало. Георгий родился в 1903 году в очень состоятельной семье. Его отец был французским инженером, приехавшим в Россию для строительства мостов, а мать была дочерью золотопромышленника. После 1917 года он внушить сильного имущества семьи ничего не осталось. Отец скоростно скончался, а огромную квартиру в Геленджике превратили в коммунальную, поселив мальчика с матерью в одной комнате. Георгий Д. Миллер превратился в Георгия Миллера. В анкетах приходилось не только вписывать служащие в графу происхождения, но и тщательно скрывать знания трёх языков, которыми он научил губернатки. Он начался с работы бутафора в театре Келенджика. Однажды, когда заболела актриса, игравшая «Золушку», он вызвался её заменить. Дрители не заметили подмены, а эта роль стала первой женской из многих профессортов Миллера. После гражданской войны из коммуналки в Геленджике они с матерью перебрались в московскую коммуналку. Там Георгий окончил актёрскую школу, играл в театре, а в 1936 году ушёл в кино. После знаковой для него встречи с режиссёром Александром Роу. В 16 его сказка... В 16... В его сказке он сыграл 30 ролей. В одном фильме он мог представить в разных образах. В роли Бабы Эгия он чувствовал себя органично, так и подтверждал, что эта роль совсем не женская. Позволить так себе уродовать может 16... В 16 его сказка он сыграл 30 ролей. В одной фильме он мог представить в разных образах. В роли Бабы Эгия он чувствовал себя органично, так и подтверждал, что эта роль совсем не женская. Позволить так себе уродовать может только тысячи. Прототипом для образа свой старухи ему послужила соседка по коммуналке, творливая и сплошная. По поводу того, что прекратилось играть в такой вещи, Миллер остроумно отвечал. Очеловеченные черты лучше, чем очертенелые люди. Очеловеченные черты лучше, чем очертенелые люди. Многие важные события в жизни актёра учились слишком поздно. Знание народного артиста получил только 80%. Серьёзный главный про Левкину он так же так дал. Он мечтал сыграть Цезаря, Вольфера, Суворова, хотя у него случались романы. Почти всю жизнь он оставался одиноким. До 65 лет Миллер жил вдвоём с матерью и женился только после её сгибы. На 60-летней сгибы. Сначала она отпадала, но мужчины ей не увозили с женой мужчины. Георгий не растерялся. Ни один мужчин, ни баба, ни один, так же именитый и темношный образ. И природное чувство юмора помогли Азору покорить сердце женщины. Георгий Миллер не утратил врачённые интеллигентности и гола. И даже в очень стромном костюме оставался в себе. И хотя актёр считал, что Дек не до конца реализовал свой творческий потенциал, можно утверждать, что он блестяще выполнил своё мужчины. Зрителям сложно представить детский сказку, что это не мешать. И ещё ни одно поколение детей будет покатать над его ролями Слима Смородка, Кощей Бесмерти, Сарвара Капка. Без макарка. Усилиса Прикатка. Подписывайтесь на наш канал. Ставим лайк. Пока.